Отец Александр, Вы по образованию не только священнослужитель, но и биолог. Поэтому у Вас в храме вот такой замечательный живой уголок образовался. У меня дома всегда были всякие там и птицы, и цыплята, и собаки, и кошки, рыбы, и аксолотли и так далее. Но потом случилось так, что где-то, когда мне было лет 25, я обнаружил, что у меня аллергия на старую воду. Это очень распространенная аллергия на сухую дафнию. Есть такой рыбий корм. И он обладает таким же свойством, как вот старая вода, когда вот такая стоит вода. У многих это вызывает аллергию. И я был вынужден отказаться от того, чтобы держать рыб дома. Ну а когда появилась такая вот возможность в храме как-то обустраивать все эти наши помещения, то вот я старую свою любовь вновь сюда поместил. Ну и потом это всегда как-то оживляет вот церковь. Знаете, я когда-то вот был, помню, в Нью-Йорке, и там есть храм Иоанна Богослова. Он такой, декуменический, там разные конфессии встречаются, и у них вот по стенам храма буквально зоопарк такой. Там и рыбы огромные всякие, там и земноводные, чуть не крокодилы. Ну у нас все живое вот так вот, как Ной в ковчег такой. Ну мы, конечно, от этого далеки, но во всяком случае вот держать аквариум это всегда интересно. Потому что, во-первых, это кусочек живой природы. Все-таки вот кошки, собаки, когда они в доме находятся, они находятся в условиях искусственных. Конечно, они к этому привыкают, адаптируются, но все-таки это вот уже такая человеческая цивилизация. А когда смотришь на аквариум, это какой-то маленький кусочек речки, там, молотца какого-то водоема. И рыбки чувствуют себя, в общем, как они чувствуют в природе. Тем более, что в аквариуме держат не всех рыб, а именно тех, которые довольствуются вот такими маленькими объемами, тем кормом, который предлагается. Так что это самая удобная вот форма содержания животных вот в доме. То есть и храму повезло, и рыбам повезло. Но здесь есть не только рыбы, здесь есть две лягушки замечательные, почему-то белого цвета, вот непонятно почему. И еще ящерицы, да? И какая-то подводная ящерица. Вот расскажите, кто это такие? Ну, это лягушки, обычные африканские шпортсовые лягушки. Довольно обычный объект для биологических работ всевозможных. Ну, в данном случае у нас эта вот форма мутантная, альбинос. Они довольно часто используются именно альбиносы. Это такая лабораторная форма, как вот белые мыши там или белые красные. Их специально вывели или они сами? Я думаю, что они случайно как-то образовались. Ну, как вот белые мыши. Сейчас же трудно сказать, когда появилась первая белая мышь. Во всяком случае, ясно, что это лабораторная линия, и она легко вот содержится в лабораторных условиях. Они очень удобны, эти лягушки, тем, что они никогда, в отличие от всех остальных, не вылезают на сушу. Они всю жизнь проводят в воде. Вот такие вот лягушки. Обычно мы знаем лягушки, они могут быть и в воде, так и называются, земноводные. Ну, к ним близко вот стоит, по этой особенности, другое животное. Аксолотль, родственник нашего тритона. Тоже часто содержится вот в аквариумах. Тоже часто встречается форма альбиноса, такой розенький, лишенный пигмента всякого. Это максимальный его размер? Да, это уже взрослые размеры. И вот он содержится тоже, может жить всю жизнь в воде, не вылезая на сушу. И, что интересно, даже размножаться, хотя это личиночная вообще форма. И, несмотря на то, они могут размножаться. Такая интересная особенность. Очень занятно было слышать, как однажды, когда, ну, здесь часто бывают дети, воскресенная школа, Кристина и все. Один ребенок подошел, посмотрел на этого аксолотля. Он похож на нашего тритона. И другого товарища сказал, смотри, говорит, рыба с ногами. Ну, это очень, действительно, тонкое замечание, потому что, действительно, у рыб ног нет. Вот у них есть плавники, которые были, действительно, своими предшественниками конечностей. Значит, они дышат, он дышит, как и лягушки, только жабры. Да, эти лягушки, у них даже нет, так вот отдельных жабр, они дышат всей поверхностью тела. Как это? Как, в общем, дышат и наши лягушки. Когда лягушки проводят всю зиму там где-нибудь под корягой в воде, процессы жизнедеятельности замедленные, им хватает того кислорода, которое через поверхность тела поступает в кровь. А аксолоты у него жабры? У аксолоты есть жабры, ну и, конечно, всей поверхностью тела тоже. Так что это, оказывается, совершенно достаточно. Ну, эти животные, они неприхотливые, легко переносят неволю, поэтому очень часто их там поддерживают, в таких условиях. У них есть какие-нибудь имена? Мы пытались давать им имена? Нет, мы им имен не стали давать, как-то не сложилось. Но самые осторожные из всех этих живых существ – это ящерицы, да? Вот они там попрятались? Да, это такой сцинковый геккон, они ведут в основном ночной образ жизни. Полгода они вообще спят, так что не оставляют наименьшее количество хлопот. Хотя кормить их тоже трудно, потому что для того, чтобы держать этих ящериц, нужно отдельно сдержать культуру тараканов. В кастрюле там тараканы, которые кормят хлебом, они там размножаются, умножаются. Это не те, которые бегают вот по кухне у нас, а другой немножко вид. И потом эти тараканы, в свою очередь, кормят вот этих ящериц. То есть, если их выпустить дома на кухне, они не будут охотиться за тараканами? Нет, нет, они такие, знаете, ну, может, в природных условиях они иначе все идут, а тут и хватает тараканов, если прям вот нос им сунешь. А то хорошее было бы средство от тараканов. Нет, данное биологическое средство борьбы малоэффективное. Скажите, а они все болеют часто или вообще нет с ними? Ну, видите, иногда бывают болезни у рыб тоже. Ну, обычно здесь применяют всякие несложные методы. Но здесь главное, что болезнь заносится с живым кормом. Поэтому мы кормим сейчас вот искусственным кормом, который сейчас получил большое распространение. Он вполне заменяет, так сказать, там сбалансировано все. Так что вполне заменяет, естественно, корм. А как понять, что тараканы, которыми кормят ящериц, что они здоровые, они больные? Ну, как-то там не заметно, не тихо, не чихает никак. Ну, вот я никогда не понимала. Но животные, понятно, когда они заболели, они как-то проявляют себя похоже с человеком. А рыбы, как понять, что они больные? Ну, рыбы видно, она как-то плавает плохо, видно, что появляется там какой-нибудь налет белый на плавниках. А ящерицы? Ну, видно по поведению. Ну, ящерицы, я как-то не видел у них симптомов болезни. Человек призван относиться к меньшим братьям своим с любовью, охранять их. Потому что, действительно, сейчас задача не покорения природы, а охраны природы. В общем, мы будем беречь природу, она нас будет радовать тогда. Да, и я думаю, что этот аквариум дома как раз нам напоминает о природе всей нашей прекрасной земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова